Субтитры делал DimaTorzok И Лилия Игоревна у нас будет делать фантастический доклад, правильно? Ну, когда слово фантастический, он обычно ассоциируется, конечно, уже с отходами. Как только слово отходы, там всегда все фантастический, Дмитрий Сергеевич. Ну, тогда всем добрый день. Тема действительно острая, актуальная, особенно для нашего региона. У нас огромное количество мусора, особенно для пара структуры всей Российской Федерации. Это очень важная вещь для проблем, при этом есть какие-то большие успехи достигнутые, в том числе благодаря работе и общественникам, и позиции жителей, и комплексу коммунального хозяйства. Поэтому, Лилия Игоревна, давайте о сегодняшнем состоянии объектов и мероприятий, которые проводятся, для улучшения актологической ситуации. Уверен, что доклад будет интересный, важный, актуальный. Вам слово. Всем доброго дня. Спасибо. Коллеги, я всех приветствую. Всем доброго дня. И мы начнем сегодняшний наш с вами такой вебинар на тему отходов, который, надеюсь, вам поможет настроиться на развитие отрасли, и от каждого зависит сейчас склад, как эта отрасль будет формироваться. Правда. Тема доклада я разбила на три таких составляющих, то есть мусор вчера, вторичный ресурс сегодня и завтра часть экономики. Мне хорошо слышно? Да, все отлично. Вот эта вот картинка, заставка показывает, как выглядит полигон непосредственно в Московской области. Это полигон Тимохова. Непосредственно таких полигонов по Московской области было 39. Если мы берем непосредственно данные Росприроднадзора, на конец 2019 год российские свалки занимали 4 миллиона гектаров, то есть это площадь Швейцарии. Вот если мы все свалки складываем в одно место, то получается вот такая вот площадь. Чтобы для сравнения было понятно, земля имеет свойство заканчиваться, и поэтому, конечно же, стал очень острый вопрос, а что дальше делать? Естественно, когда рядом с нами столица, такой большой англомерат, который вырабатывает 20% отходов от всей Российской Федерации, то Московская область, получается, стоит первая под ударом. И было принято решение, что необходимо строить комплексы переработки отходов. Вот здесь на этом слайде показано, что сколько непосредственно, опять же, по данным Росстата, это данные 2018 года, сколько российская экономика сгенерировала отходов. И если мы посмотрим, что в Китае генерации перерабатываются отходы в примерно чуть меньше килограмма, то сравнение со Швейцарией и США, так как это все-таки странно развитые экономики, входящие в топ и десятку лучших стран мира, посмотрите, что они тратят более двух килограмм, вырабатывают двух килограмм отходов. Это берется непосредственно в день. То есть это дневная суточная норма. В год получается около 400 килограмм отходов генерит один человек, независимо от возраста. То есть это как грудные дети, благодаря тем удобным, комфортным моментам, как памперсы, бутылочки, игрушки, коляски, кроватки, и средний человек среднего возраста, зрелого возраста, и непосредственно взрослый человек, то есть старики, которые находятся в реанимационных местах. То есть любой человек, независимо от возраста, это генерит 400 килограммов. Это годовая. Вот непосредственно у нас были организованы именно свалки, по-другому их невозможно назвать, все-таки они как у нас идут по документам, как полигоны, но это очень сложно было назвать, особенно когда мы на них приезжали в то время, когда у них состояние было аварийным. И непосредственно именно тогда выбрасывалось на свалки 9 килограммов, миллионов тонн макулатуры, 2 миллиона пластика и 500 тысяч тонн стекла. То есть это вторичный ресурс, который мог быть использован. Но самая ужасная проблема полигонов, это даже не столько зловоние, которое они до сих пор источают, как я говорю, наследство осталось нам, конечно же, еще с советских времен. И была сложена система, но система вывоза мусора и санитарной очистки, но никак не отрасль. Самое отвратительное от полигонов, это же, конечно, фильтрат. Эта проблема сейчас номер один, и очень хотелось бы, чтобы научное сообщество включилось в данную проблему и разработало как можно быстрее достойные перерабатывающие предприятия. И точно так же включились все неравнодушные к этой проблеме люди и специалисты. Так вот, фильтрат, я не буду говорить, что это жидко-концентрированный раствор, это третий класс опасности. И в Московской области непосредственно есть уже показатели, когда проводятся шурфяные работы и вычисляются подземные грунтовые воды, залегание их, берутся оттуда анализы проб воды, то уже у нас в сторону подольско-мечковского водоносного слоя есть превышение именно фильтрата. Поэтому, когда мы говорим о экологической катастрофе, то хотелось бы, чтобы это можно было исправить как можно быстрее. На картинке все тот же полигон Тимохова. Вот эти вот водяные такие объекты, это как раз обводная такая яма, которая разрабатывалась именно проектом полигона. И сюда, видите, с тела полигона стекается фильтрат. Поэтому, конечно же, необходимо обратить на это очень острое внимание. Но уже здесь должны присутствовать не просто общественники, а должны присутствовать непосредственно специалисты и ученые. Это вот буквально съемка сделана недавно. Тот же полигон Тимохова с квадрокоптера. Даже при зимнем виоде вы видите незамержащие реки вот этого фильтрата. Черное озеро такое, где собирается, идет сбор активный его. Ну вот представьте, какое там зловоние, как выделяется сероводород, что если вот вы побудете там более часов, то головные более обеспечены. Данная фотография, это, вот здесь приведены примеры, три фотографии. Это полигон Сьянова. Вот у ЖАНа полигона в Московской области не было. Он горел. Его высота более 50 метров. Горел он два с половиной года. Накрывал дымом Серпуховской городской округ Серпухов. И жители не просто задыхались и жаловались. Там не знали даже им честники, что делать. Потому что неправильно эксплуатация полигона приводит к тому, что тело возгорается само и имеет принцип торфяника. То есть тушить водой его нельзя. Заливают его только жидким раствором грунтов, в перемешку с песком. И это сложная процедура безумно. Была очень большая возраста, что человек может, откапывая эти источники возгорания, провалиться вообще. То есть очень опасный объект. И вот в таком варианте сейчас эти полигоны, у нас сейчас рекультивируется 14. Я думаю, что всем известно, такой большой полигон, как Кучино, завершается там рекультивация, но еще неизвестно, сколько по времени будет причинять именно зловоние. Я не говорю про фильтрат. Но, по крайней мере, вот такого возгорания исключено. Внизу это просто несанкционированный полигончик. такой, он был небольшой. Также складировались отходы, то есть пока не было рекоператора, пока не была выведена система именно централизованного сбора, непосредственно вот такие вот свалочки, полигончики по всей Московской области более 5,5 тысяч мы закрывали. Но как бы стараемся сейчас пресекать это нарушение. Уже, конечно же, меньше, но все равно еще находится. Следующая вот фотография такая. Так выглядели полигоны. Это еще как бы один из других вариантов. Вы видите такую обваловку из глины и грунта. Это еще более-менее. То есть таким образом, вот этот тяжелый газ, многие его называют метаном, или биогаз, или свалочный газ, он имеет состояние тяжести. Поэтому правильная эксплуатация полигона, конечно же, должна иметь форму обваловки не менее полутора метров. Ну, как всегда, бизнес экономит, что-то получается, грунты завозить невыгодно, или еще какая-то ситуация. В результате мы получаем зловоние на всю Московскую область, потому что объемов, еще раз напомню, 39. Но хотя они все закрыты, все равно есть еще процесс захоронения до 70%. И вот последняя картинка, знаете, вот в Московской области уже такая прекрасная белая птица, как чайка, она уже не ассоциируется с морским таким прекрасным видом, а ассоциируется московская свалка, Подмосковье, вся вот в таких у нас чайках. Вы помните печальную историю в городе Жуковске, когда те же прекрасные белые птицы непосредственно попали в двигатели, была вынуждена аварийная посадка, слава богу, что все живы, благодаря работе пилотов. Это было, как говорится, вчера. И специально с коллегами делали все фотографии в черно-белом цвете, чтобы это ушло в историю. И ни в коем случае Московская область больше никогда не пришла к тому, чтобы мы опять возродились к полигонам. Сегодня это вторичный ресурс. На данной фотографии комплекс переработки отходов Север. Это городской округ Северии в Пасад, около деревни, вблизь деревни Сахарова. Непосредственно, вот даже если я верну картинку по виду самому даже горящего полигона, ну или полигона Тимохова, то вы уже представляете, что не то, что инфраструктура выросла. Посмотрите, какая уже весовая. Весовая. И дальше, когда машина проезжает, стоит яма для омывки колес. Грузовики все проходят радиационный контроль. На въезде, вот если в самом левом углу непосредственно находится КПП. С правой стороны здесь не совсем видно на фотографии, парковка для гостей. Чуть выше, вот чуть-чуть поднимаемся, если вот над лесом, это у них административное здание. А дальше уже располагаются, вот с правой стороны, такие как бы фермы пошли. Здесь идет промышленное компостирование, а с левой стороны идет как раз первичная сортировка и брикетирование. Что еще изменилось в Московской области? По консультациям европейского общества мы долго думали с коллегами, с экспертами, со специалистами непосредственно, как ввести раздельный сбор в каждый двор. И именно, ну, хотели, что будет четыре вида непосредственно старой, то есть это будет для пластика, стекла, металла и бумаги. Но именно благодаря комплексам переработки была сформирована двухпоточная система. Это международный уровень, отличается только цветовой гаммой этой баки. Но на каждой площадке в Московской области их более 70 тысяч, сейчас они все внесены в реестр, находятся вот в таком формате. Серый бак и синяя сетка. Для чего это сделано? Синяя сетка едет на комплекс переработки, и все перерабатывается с отходами в 5%. То есть из синей сетки вторичное сырье не перерабатываем, составляет где-то 5%. Если мы берем серый бак и его начинаем сортировать, то там отходов получается до 70%. Только 30% это в лучшем случае, а так 25% выбирается вторичного сырья. Остальное все отходы. И сейчас вот мы работаем с населением, даем такую информацию, и для вас она тоже должна быть первична. Что ученые говорят, немножко вот реформа прошла, 1 января стартанула, действует. Немножко нужно миниформат. Не все мы кладем в серый бак, а именно пищевые или биоотходы. То есть это будет правильно. А тогда у нас с вами получится промышленное компостирование, которое может превратиться в компост. Или полезные удобрения для парков, лесопарков, можно также возвращать их в оборот города Москвы. Земля нуждается всегда в питательном грунте. И именно если мы достигнем того, что у нас в серые баки будут складироваться биоотходы, это будет как раз компостирование. А синюю сетку очень легко и спокойно переработают и отсортируют на комплексе переработки отходов. Конечно же, эта программа, я имею в виду по синим и серым бакам, это больше социально направленная программа, когда население понимает и начинает осознавать, что такое отходы. И есть часть людей, конечно, этот процент очень маленький, практически он даже не достигает 2% от населения, те активисты, которые разделяют очень сложно на фракции, даже пластик делят на 6 видов. Но это, еще раз повторюсь, единицы. Конечно, сейчас коллеги говорят такую фразу, что благодаря комплексам можно уже не разделять, комплекс все разделен. Но когда поехала синяя сетка на КПО, то именно те линии, которые там настроены, они рассчитаны все-таки на более чистые вторичные ресурсы. Поэтому синяя сетка, она не забивает линию, она бережет технику. Меньше получается затрат на ремонт. Поэтому здесь у нас вот должна уже меняться картинка. Постепенно-постепенно вы будете видеть, что это смешанные отходы, а биоотходы, то есть то, что можно будет перевести в компостирование. А все остальное, вплоть до пакетиков, памперсов и средств личной гигиены, это все можно складировать в синюю сетку. На комплексе переработки все разделят и примут решение. На сегодняшний день в Московской области благодаря реформе построено 10 комплексов переработки отходов. Это было сделано за два года. Непосредственно комплекс выглядит, здесь вот такая вот схема, она немного примитивная по сравнению с тем реальным оборудованием, которое стоит на комплексах переработки отходов. Но оно очень понятно, то есть приехал мусор, приехали отходы, вот там наверху зелененькая машинка, и все это сгружается в пакет-разрыватель, дальше идет по конвейерным линиям, сепарируется металл отдельно, через это все очень как бы с одной стороны просто, а с другой стороны гениально. То есть, естественно, магнит собирает металл, легкий пластик непосредственно засасывается воздухом, собираются в отдельные брикеты, непосредственно стекло, люди его уже досортировывают в механическом режиме, в ручном, то есть присутствует частично сепарация и непосредственно присутствует ручной труд. Если мы с вами сравним буквально еще данные, которые официально предоставлены в открытом доступе, то буквально 3-5 процентов благодаря полигонам в ручном режиме, знаете, как я говорю, люди-мигранты, наше все, они отсортировывали, представьте, какая там была антисанитария, и те переработчики, которые принимали пластик, они были вынуждены загружать свои производства, но начало меняться время, и появились такие средние, и появился малый и средний бизнес, который начал собирать пластик, просто пластик отдельно, потому что этого отхода больше всего, и они стали давать переработчикам более чистый пластик, и здесь у полигонщиков возникали очень большие проблемы, то есть грязный пластик никому не нужен был, уже переработчики получили чистое сырье, и вот эти 5 процентов постепенно стали тремя процентами, то есть пластик начал захорониться на полигонах, или же его надо было отмывать. Благодаря комплексам переработки отходов на сегодняшний день мы перерабатываем 30 процентов отходов от общей массы, то есть, конечно же, это примерно 18-20 от реального это вторсырье, и оставшаяся часть, может быть, чуть больше, чуть меньше, это идет именно пищевые отходы, именно компостирование, именно вот этот техногенный грунт, который получается. Но я хочу заострить ваше внимание на том, что 70 процентов мы еще захораниваем почву. Вот поставлена задача президентам, чтобы к 2030 году перерабатывать 100 процентов. Здесь, конечно, есть в любом случае, мы поставили 90 как практики, потому что 10 процентов все равно будет оставаться, даже если будет использоваться термическая обработка. Я не могу это назвать сжиганием, потому что это действительно будет перерабатываться в энергию. Я была на таком заводе в Швейцарии, в Цюрихе, и, как я говорю, здесь такой завод построят в наше время, первый это в Воскресенске, но считайте, что мы не зря прожили, что действительно обратили внимание на отрасль, и это будет большая победа. Но, как у любого другого предприятия и производства все равно существуют отходы, поэтому здесь, конечно же, объемы уменьшатся, и очень важно вести как государственный контроль, так и общественный контроль именно за исполнением утилизации отходов уже от термопроизводства. Вот здесь вот непосредственно мы показали картинку о том, что один комплекс переработки отходов, почему мы постепенно подходим к экономике, как бы к третьему блоку, один комплекс переработки отходов дает от 200 рабочих мест до 1200 рабочих мест, смотря сколько линий, смотря какие объемы, и непосредственно принимает участие в налогообложении. Конечно же, это для населения очень удобно, особенно, когда это Дальнее Подмосковье, практически все комплексы построены на расстоянии от 60 километров МКАД, и, конечно же, жителям, которые работают, живут в таких небольших городах, конечно, им удобно, и они с удовольствием работают на таких предприятиях. Мы буквально 4 дня назад были в городском округе Шатура, сейчас она объединена с городом Рошаль, и там у нас есть комплекс прогресс, КПО прогресс. Мы спрашивали у сотрудников именно сортировщиков, нас интересовало, почему люди принимают решение идти на сортировку отходов. Ну вот непосредственно коллеги озвучили, что прежде всего удобно, что это рядом, потому что на дорогу в Москву надо тратиться. Второе, очень удобный график, то есть это не 5-2, а это определенное количество дней, и им удобно кому-то с детьми, кому-то по своим работам. Плюс созданы определенные условия, то есть производство представляет бесплатно питание, бесплатно какие-то еще там бонусы, преференции, существуют премиальные, поэтому люди довольны именно своим трудозанятностью. Поэтому, конечно, любой комплекс переработки должен восприниматься как благо для не только Москвы и Московской области в общем, но и для своего городского округа. Хотя очень много, конечно же, существует проблемы, очень много существует, вы знаете, спекуляций, что как это, что это. Вот на фотографии сейчас, вот 4 дня назад была сделана съемка КПО «Прогресс Рошаль». Вот приезжают мусоровозы, и что важно и ценно, посмотрите, вот есть твердое покрытие, отходы складируются уже, осадки не попадают в таком количестве, что исключает уже вот этого смешания и такой грязи, которая доставляет даже дискомфорт при сортировке. Получается, что вот эти мусоровозы, которые приехали, они не попадают на тело полигона, то есть там ездит отдельная машина. Я сейчас говорю об окончательных хвостах и называем их инертные хвосты, то есть это 70% которые идут на захоронение. И если мы посмотрим с вами, вот верхняя картинка так выглядит, видите, вот там вот серая масса едет наверху, это как раз едут отходы. Посмотрите, какая частота, какая уже культура обращения с утилизацией, правильной утилизацией и с моментами сортировки непосредственно наших отходов. Внизу вот, внизу первая фотография, это у нас комплекс Мечкова, это непосредственно КПО Юг, компания Иртинвест, и вот так выглядит, они всегда так выглядят сортировщики, у них других форм нет, этим очень строго следят директора комплексов переработки отходов, они знают, что это опасная профессия. У нас такая информация прошла, что буквально две недели назад на ленте находят разные, разные, иногда очень опасные предметы, очень опасные какие-то отходы, ну и находят такие ужасы, как одного ребенка нашли, трехмесячно. Вот это кошмар, можете себе представить, что вообще бывает в этих баках, когда я молчу про животных, вот в Зарайске на комплексе переработки отходов, у них даже есть целый живой уголок, где они спасают, у них там есть спасенная черепаха, спасенный котенок там рядом бегает, в этом уголке спасенная еще какой-то от террариума там, то ли маленькие какие-то такие животные, я даже не поняла, что это, они говорят, да, выбрасывают прямо в такой коробочке, едет по ленте, жалко, то есть, ну и еще и ужасы городка, еще могут пользоваться вот такие вот мамочки нерадивые, ну и как бы сам комплекс уже исключает того, что что-то может пройти мимо, то есть механические тут или человеческие руки используются уже как более глубокая сортировка, а вот на последней в углу фотографии вы видите брикетирование непосредственно пластика, каким образом вот брикеты выходят уже вторичного сырья, то есть, это совсем не 5%, действительно большой очень объем. И вот это все, это только первый шаг, вот эти комплексы переработки, они были сделаны для того, чтобы снизить зловоние, конечно же, на всех комплексах запах присутствует только в начале, я вернусь к слайду, только вот здесь присутствует запах, но это свежих бытовых отходов, он не несет такую нагрузку, как газметан, или мы называем это свалочным газом, когда все это лежит в перемешке. Поэтому вот этот первый шаг, это как раз и есть подход к экономике. Завтра экономика, что имеется в виду? Если мы говорим о дооснащении комплексов переработки отходов, то, конечно же, необходимо уже на этих комплексах не просто брикетировать или прессовать вторичные ресурсы, а можно уже делать из пластика тот же продукт, как гранулу, или хотя бы их превращать в клопья, чтобы еще было выгоднее производству непосредственно получать из вторичного сырья прибыль. Любое производство должно работать на прибыль. Непосредственно все страны европейские, которые относятся к высокой цивилизации или более, скажем так, задумались раньше, коснулась это нас, Россия, то уже используются вот такие экологические автобусы, они заправляются непосредственно вот этими биогазом, то есть метаном, он считает, что он экологически даже менее вредный, и они их называют, что автобус едет непосредственно с отработки отходов. когда мы были в Швейцарии, то нам показывали производство переработки зеленых и пищевых отходов, то есть это все абсолютно отдельно, и такие комплексы можно устанавливать и уже превращать наши комплексы переработки отходов в экотехнопарки. Конечно, желательно, чтобы государство обратило на это внимание, помогало бизнесу сделать благоприятной и комфортной среду. И вот те страны, которые уже делают эти экотехнопарки, то есть это сложное-сложное разделение всех отходов. В Японии они их делят, уже начинают с домов, они их делят, у них в подвалах специально организованные даже места, мы тоже будем выносить это на повестку дня, чтобы уже планировались в домах места, отведенные для таких вторичных ресурсов. Ну, в Японии 200 вилл, представьте, они даже там наушники разделяют и скорлупку яичную кладут отдельно в отдельное ведро, даже пищевые отходы разделяют сложно. Ну, как бы Япония Япония, а мы в России, у нас слава богу двухпоточная система, она постепенно начинает себя оправдывать, и очень приятно, что Москва подхватила эту ноту, потому что большая часть отходов это не Московская область генерит, а, конечно же, столица. И вот страны, которые уже задумываются непосредственно в нулевое захоронение, Швейцария себе поставила такую задачу, Германия себе поставила такую задачу, вот то, что мы говорили от термических заводов идет 5-6% золошлака, они это используют для работы со строительным материалом, который используется на промышленных предприятиях, или же бордюры, которые выкладываются вдоль дорог. Я напомню, что дорога является третьим классом опасности, а наш комплекс переработки пока, который сделан первым шагом, это четвертый класс опасности. Наши сами дороги используются асфальтобетоны, и поэтому вот так золошлак, или тот отход из золы, он имеет, ну, по крайней мере, в проекте нам ученые говорят четвертый, пятый класс. То есть он доступен для использования его строительные материалы, такие как бордюры для дорог, или же использовать для строительства каких-то промышленных объектов, где минимально находится человек, но нужны стены полпотолок. Поэтому, когда мы говорим об экономике замкнутого цикла, то мы понимаем, что это, конечно же, прежде всего большие инвестиции, большие затраты, что непосредственно здесь без обращения государства, без таких вложений огромных, не получится сдвинуть экономику мертвые точки. Причем в развитых странах мы говорим вообще про цивилизацию. Чем выше цивилизация, тем больше она генерирует отходов. Это прямая параллель, и есть сторонники такого движения, как надо запретить упаковку в том или ином виде, если мы это не можем переработать, зачем это производить, нужно ограничить непосредственно одноразовые пакеты, но в цивилизации все создается для зоны комфорта, и людям комфортно. Моя позиция, мое мнение как эксперта, я считаю, что в магазине должна представлена быть вся линейка пакетов, от одноразовых, многоразовых, биоразлагаемых, бумажных, у человека должен быть выбор. И бизнес сам подстроится, если эти одноразовые пакеты не будут покупать, то бизнес будет сворачиваться, потому что он будет нести убытки. Но вот высокоцивилизованные страны рассуждают, что чем выше цивилизация, чем выше отходы, тем больше должно создаваться инфраструктура для переработки этих отходов. Не наоборот нельзя, нельзя и запрет, а наоборот именно учиться перерабатывать эти отходы. И непосредственно это, конечно же, одно из условий для бизнеса, хоть мы здесь написали мотивацию людей к сортировке, но это больше социальная программа. И я думаю, что вы уже знакомы с такой программой губернатора, как Мегабак. Он тоже абсолютно носит социальную характеристику. Конечно же, можно не заниматься, но население, оно должно быть информировано о том, что происходит, что произошло с 1 января 2019 года. Не просто построены новые контейнерные площадки, выбран рекоператор. У рекоператора закуплена огромная единица техники, современной техники. Вспоминайте, что у нас была боковая загрузка металлических ужасных баков, которые постоянно ржавели, потому что это отходы, отходы имеют фильтрат. Поэтому непосредственно вот эти вот пластиковые контейнеры, удобные для, если где-то парковки, машина припаркована к контейнерной площадке, то раньше это было невозможно этот бак выгрузить. Сейчас его можно спокойно откатить. Я не говорю в процессе зимы, но тем не менее. Конечно же, необходимо создать такие условия, чтобы бизнес вкладывал деньги в эту переработку. Это касается не только регионального оператора, это касается именно экономики. мы спрашивали у иностранных коллег примерно, какая часть денег составляет валовый продукт и сколько людей принимают, ну как вообще, какое количество людей работает вообще в этой отрасли, потому что у них уже создана отрасль. У нас-то была система, да, система вывоза, система очистки, все это было, но вы видите, в каком это стало в виде, когда начались и митинги, и протесты на среде населения, особенно где вот эти полигоны разрастались как грибы. Поэтому здесь коллеги нам ответили, что при развитой именно отрасли 30-40% населения задействовано в ней. То есть, если мы с вами возьмем направление, это же не просто комплекс переработки отходов, а дальше-то вторичное сырье, оно имеет у нас многочисленные фракции, например, производство переработки шин. У нас во Московской области три производства по переработке шин. Это в Дмитриеве, в Держинском и в Чехове. И есть такая компания Ориспром, которая перерабатывает шины, мы пришли туда, там 18 видов фракций резины. То есть, если мы возьмем с вами пластик, его тоже около 18 видов. Если мы с вами возьмем бумагу, вы тоже знаете, что там и оффсетное, и картон, и глянцевое, и книги. То есть, тоже несколько видов. И так во всем. Я молчу про ветошь, потому что ветошь там вообще особо сложная, и те заготовители, переработчики, которые, их так мало, это единица. Конечно же, государству нужно на них обратить внимание и помогать. Я один из, скажем так, лоббистов того, чтобы данные производства, все, кто занимается переработкой, хотя бы получили какую-то льготу по налогам, и люди, которые сортифуют наши с вами отходы, занимаются таким трудом, извините, он не просто опасный, еще и дурно пахнущий, и как бы это наш параллельный мир, мы не сможем жить без отходов, это исключено, это будет всегда, отходов всегда либо много, либо очень много, особенно, когда это Новый год, майские праздники, и вот здесь, вот если каждый задумается, хотя бы даже после нашего вебинара начнет разделять на два ведра, я считаю, что это будет большой прогресс именно этого мероприятия, то есть делается все очень просто, обыкновенное ведро, как вы сыпите мусор, туда будете складировать пищевые отходы, а даже пусть тоже пластиковый пакет, в него все остальное, то есть био-не био, а там уже даже, когда кинете это все, даже если вдруг один бак, хотя у вас должен быть серый и синяя сетка, то комплекс переработки отходов разделит, и им будет как бы быстрее разделить чистые отходы, ну вот такие производства должны поднять экономику, потому что любое производство, это прежде всего налоги, это прежде всего рабочие места, и конечно же нужная продукция для нас, ну детские площадки, спортивные заведения, спортивные комплексы, все покрыты вот резиновой крошкой, и пластиковый гранулят используется в ЖКХ, это трубы все практически сделаны из вторичных ресурсов, они смешивают с первичным пластиком, чтобы была плотность изделия, но обязательно добавляют до 30% в вторичных ресурсах, то есть это тоже как вариант, как выход. Следующий слайд завис. Нет, там еще одна последняя должна быть, нету? И непосредственно вот мотивация людей, и такая тема, как работа с населением, общественный контроль проводит непосредственно уроки онлайн, онлайн, и работаем с детьми. Сейчас вот немножечко технически подвисла картинка, сейчас покажем. И вот буквально позавчера проводили такой интерактивный урок, в нем приняло 2322 ученика из девятых классов. Непосредственно мы разговаривали с ребятами, знакомили их с программой мегабак, и они нам в свою очередь показали вот такой вот плакат, который они сделали, дети сами разрабатывали комплекс переработки отходов, даже как бы не подозревали, что такое уже реализовано, вот разработали такой проект, показали нам макет, вот так вот они занимаются, у них там целый-целый кружок, и им очень интересно. И вот третий, третий мальчик слева, Данила, он прям говорит, я хочу учиться, я пойду, вот чтобы максимально все переработать, чтобы наша планета осталась чистая, и как бы приносила еще пользу. То есть наши отходы должны приносить доходы. На этом у меня все. Спасибо большое. Да, действительно, данная тема очень актуальна, и зависит, скажем так, на многих, начиная с самых маленьких, скажем так, детей, с младшего возраста начали получать. Также и с нас, как с премьер-мёртвой, и дальше уже пошел, я так понимаю, на высший уровень, чтобы нас правительство поддержало, чтобы на это средства выделялись, и, скажем так, в комплексе это все, все вместе, держась за руку, боролись с этой проблемой. Вот. У нас есть вопросы? Лилия Игоревна? Да. А какие-нибудь популистские мероприятия в этом году запланированы? Что там будет? Ковид, не ковид, то есть какие-то праздники, праздники, я не знаю, выставки эти, как это значит, обычно, в ваших отходах? Да, 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 запланированы, обязательно проходит ВАСМО, есть такая выставка, она в этом году не в Крокус Экспо, а будет где-то в Москве, они организовывают, там полностью будет представлена линейка оборудования современного, то есть что предлагается на этом рынке, как, но это такое глобальное, а вот относительно доработки ЖКХ, я знаю, что будет конкурс для детей по рисунку, в этом году приняло уже участие две с половиной тысячи детей, и рисунки были распределены, мы их развозим, есть такие музеи мусора при каждом КПО, то есть у нас 10 КПО, пока сейчас 6 музеев, мы развезли эти работы, и очень приятно их в Рошале, повесили даже в коридорах, где сотрудники в административных зданиях висят работа детишек наших. Я не знаю, насколько это корректно или нет, во-первых, может быть, вот об этих мероприятиях разъяснить тоже под ссылкой нашего вебинара отсылки, и коллеги Ирина, может быть, сделать виртуальный музей, и вот просто хотят бы фотографии тех музеев тоже разместить где-то на сайте мастерства, потому что не все могут работать в том музее, а потом в виртуальной информатики появляются. Да, потому что дети вот вчера нам демонстрировали свадебное платье из одноразовой посуды, это просто фантастика, и это там вот увлечены они настолько этим, ну, конечно, с помощью педагогов, с помощью взрослых, но вот это смешное платье, оно очень такое, из одноразовых пилок, ножек, орехов, сеток, вот такое сделали чудо, и это надо видеть очень креативно. Супер, спасибо, очень хороший доклад, спасибо вам. Да, еще, Сергей Сергеевич, мы в свою очередь, скажем так, данной проблеме хотим посвятить не только вебинары, но и рассмотреть различные технологии, и готовим также научно-технический совет, заседание большое по рассмотрению различных, скажем так, ноу-хау. Может быть, нам надо чуть-чуть потепло времени и сделать поездной, опять-таки, любим. Да, да, вот с удовольствием. КПО Рошаль всегда открыто, и как бы он не только сам комплекс красиво оформлен, у них там и газон, и цветы, и туи, то есть вот настолько отношение к отходам меняется после посещения таких комплексов, и плюс еще Сергей Сергеевич хотел обратиться к тому, чтобы все вот работы, которые, или доклады, или люди, которые будут выходить на научно-технический совет, любой раз, самый бредовый, потому что специалистов в этой отрасли очень мало, и даже если этот доклад, ну, может быть, ученые скажут, что он утопический или еще какой-то, в любом случае его нужно выслушать, потому что с отходами единицы занимаются, а специалистов вообще нет, то есть даже вот сейчас мы столкнулись с тем, что вот от 250 человек до 1200 работают, да, а образование-то какое, то есть они все учатся на ходу. Я услышал, Ирина, у меня просьба, вы посмотрите на эту тему, регламент-то у нас достаточно жесткий, потому что мы хотим, чтобы качественный продукт выходил на НТС, но может какое-то особое мнение Лилии Игоревне именно в плане проектов, которые предлагаются в части отходов, считать приоритетными. Может быть, даже откорректировать в регламенте вот эту позицию, если все там наоборот тяжеловесом в воде, таким как, не знаю, Санбурский, Запрометов, то же самое, их особое мнение считается приоритетом при единице, допустим. То есть, если все сказали нет, но самый главный наш учебник сказал да, то может действительно стоит послушать. Ну, подумайте. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Сергеевич. Ну, потому что с отходами очень тяжело. С водой не просто, но там есть специалисты, а здесь вообще, то есть там единицы. И проведем, я так понимаю, если мы запланируем выезд на завод, то это уже будет обмен опытом, и будут уже другие округа или другие, скажем так, заводы смотреть, обучаться, приезжать и щупать, пробовать натурально, скажем. Ну, я считаю, что реформа в Московской области идет. Конечно же, мы между собой коллегами шутим, что вот 30% мы перерабатываем, ну, вот реформа идет на 30%. Хотелось бы, конечно, чтобы она шагала быстрее, не со скоростью черепашки, но тем не менее она идет. И вот непосредственно мы можем являться не просто показателем для других округов, для других округов мы можем делиться опытом, уже у нас есть и ошибки, что-то внедрили хорошо, а что-то совсем вот не надо, вообще не надо, потому что это вызывает вопросы у населения и вызывает вопросы у экспертов. Поэтому мы можем даже с ближайшими районами по Центрально-федеральному округу с удовольствием можем приглашать и у них, я знаю, что существуют вопросы, а как вы это сделали. Есть регионы, где вообще провалилась реформа, то есть не смогли коллеги организовать процесс, поэтому с удовольствием поделимся. Я так понимаю, администрация другопробно задает вопрос, возможно ли рассмотреть вопрос о разрешении проводить мероприятия и акции по раздельному сбору отходов. В настоящий момент массовые мероприятия к совершении не разрешены. Непосредственно мы через разрешение Роспотребнадзора не больше 50, но специалисты и эксперты не более 50 человек. А вот непосредственно если с населением 10 человек допустимо, когда они полностью одеты в маске, санитайзеры, можно одеть перчатки, то есть экскурсии, даже экскурсии на комплекс переработки я знаю, что проводят. Вот тоже Сахарова, Сергий, не больше 10 человек. Ну, такие мини-группы. Поэтому здесь как бы вот из этой ситуации так вышли, что в основном проводим виртуальность, то есть если даже в акции например по отдельному сбору принимают 10 человек, другие могут также разбиваться на такие группы или онлайн трансляция, чтобы на это больше уже информирование идет. А если принимать участие в акциях, то пока еще конечно есть ограничения. Но надеемся, что снимут их. Это уж точно. Все. Уважаемые коллеги, большое спасибо за участие. Информацию мы разместим на официальном сайте Министерства ЖКХ Московской области. Огромное спасибо за актуальную тему, за то, что мы ее осветили. Будем работать дальше. У нас участников в этот раз очень много, поэтому ждем, ждем еще. Все понятно, поэтому... Все, всем спасибо, хорошего дня, не болейте. Спасибо. До свидания. До свидания.